доброго ранга украина благодаря за молдова 21 день пошел войны значит я сегодня хочу поговорить с вами знаете о чем у меня три земляка один живет в городе герой брест и шаня привет дорогой вчера говорил второй живет в городе неправ саня привет дорогой хранить от бог и ангел хранители 3 живет в городе москва значит все трое землячков у двоих позиция против войны против этого оккупанта фашиста да у третьего почему-то кардинально другая да хотя вроде бы воебал со мной 30 лет назад носила один тоже черный берет до сих пор носит какие вот так я хочу задать вот вам всем вопрос и что вы мне в комментариях ответили ну такой вопрос будет знаете для некоторых сейчас труден почему потому что многие из этих людей остались без жилья остались без дома без страны которые выехали беженцы но просто такой простой конечно же вот и вы поймете сразу суть моей мысли обращаясь всем троим на своим землячкам миши брест саргеева александру днепр сниспарен и своему боевому товарищу братку васи вроде москва вот у вас допустим да и жил площадь дом частный земля в один прекрасный день к вам допустим ну кто живет сталкивался нагрянули там тараканы мышки разные грызуны эти крысы да вы будете рады этому нашествию я думаю нет и вот вы вначале как мужчина как глава семьи начинаете бороться сами с этими паразитами грызунами орками да крот крота начинает лопатой там вырывать ямы кидать за рук пакет в эти кротовые норы крыс травить мышей ставить капканы да но в один определенный момент допустим но 2 1 физически не справляетесь и вам на помощь приходит ваша семья вот я думаю пример потому что у нас такой пример всеми был до 8 на третьем этаже с крыш мышка ванну спустилась девочки естественно боятся мышек так вся семья и смех и грех начала по всей ванне и и ловить и совместными усилиями мы словили эту мышку выпустили конечно выпустили на улице шкаты вот 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 вам вопрос допустим да украина и знаете не будем дальше углубляться допустим украина да я знаю чей крым был до революции я знаю когда хрущев в каком году подарил крым украине да но вот вот 21 век 20 22 год крым находился в составе украина правильно правильно дядя путин трах тебе дох мост и все крым аннексировали то же самое днр лнр территория независимого государства я считаю так вот допустим по гримчике о уважении к стране не один раз давал вам пример допустим вы куда-то уезжайте на работу вы тот язык той страны ведь изучаете может вы не уважаете страну может вы не уважаете доллар и евро нет но купить хлебушек и выпить пивка вечером после работы конечно же желаете значит вы все равно по-любому данки шён good morning good day бун дёрну бун азила добрый день выучите правильно но когда вы захотите в этой стране остаться на панже уже не виде паразитов там или непрошенных гостей а вот понравилось вам зарплата хорошая жилье хороший климат море близко вы конечно же изучите тот язык и начнете уважать уже автоматически потому что пойдут дети идти пойдут в школу в лице и в садике и вы ассимилируетесь тем народом той страны в которую вы приехали правильно правильно я вот так логически думаю блин ну многие задают вопрос днр лнр больной вопрос говорю сразу как я это вот эти три недели войны больной офигеть война как говорю всегда плохо но в таком случае если эти две непризнанные республики даже китай китай партнер путина не признал эти три республики лнр днр и крым китай который сейчас крутит-мутит словой путиным шушеры-мушеры вот понимаете допустим вот так не нравится вам не уважайте в этот украинский народ не любите вреда вам салой горилку пить через пару километров граница с россией можно было спокойно выехать путин дает уже как василий ты местал 6 лет ну дает он дает землю это я уже знаю не на дальнем востоке и туда поближе вон бывшему президенту украины должны прибежище которую сейчас хочет поставить обратно дал дал почему нет можно было без кровополития достичь какого-то консенсуса я так думаю так что за крыс за непрошенных гостей поговорили поговорили я не знаю кому будет по нраву утром проснуться в говне от крыс или мышей или что вся мордочка была в блохах тараканах вот я о чем я думаю многие согласятся что непрошенные гости на вашей территории это плохо и с ними нужно бороться поняли как сейчас поступает украина с непрошенными гостями другой вопрос василий это вот лично к тебе зима ты мне говоришь как что бомбит не бомбит не важно ведь каждый летчик получает карту полета каждый летчик знает куда он летит и что он будет делать сбрасывать бомбу направлять ракеты они же это делают осознанно правильно ты зацепился за мариуполь бомбы ракеты это уже не важно это уже случилось да пусть пусть просто поле сбросил он туда бомбы запустил ракеты зачем чем там делает чем там летает вот вопрос а что он бомбил чем бомбил это уже не важно важно что он в небе независимого государства чё он туда залетел и вообще почему вы решили что путин имеет право кого-то освобождать хотите я вам сейчас на пальцах пересчитаю сколько земли может отойти друг другим государством да как япония курильские острова как китай как финляндия там же это тоже исконно их не земли вот прикидывать вот допустим такой же пример да в финляндии допустим захотели тоже забрать свою бывшую землю или японцы свои курильские острова заселили да пару японцев финнов или китайцев поближе к россии на территории россии делали бунт мы недовольны россии шо но чё так же самое освобождать территорию россии вам бы это понравилось я думаю нет так что как всегда путин хуй ло русский корабль один на хуй украина победит я знаю об этом и скоро мы начнем опять кулинарить хулиганить пойдем свое пенсионное русло будем радовать своих братков которые находятся очень далеко в разных странах мира вот так то что путь лер испортил мне мы положительные репортажи про кулинарию хулигане как готовят ветераны спецподразделения на пенсии вот так что боремся с путиным всеми способами словом действием привет всем кто смотрит привет киеву привет всем городам украины держитесь 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 и все кто находится белоруссии москве в россии больше говорите даже в одноклассниках некоторые нормальные понятливые понимают что путин это зло вот так так что я живу и видно украина троянская молдова нужно бороться с этой нечистью орками и если вы такие все умные даже знак z посмотрите в истории войск сс как это знак очень сильно похож на нынешнюю букву z латинскую то что на бортах оккупантах вот и поймете кто фашисты кто националисты кто больной дядька на голову до конца старческий маразм полный вот и страдают этого люди все до встречи будьте живы